Собственно, в прошлый раз мы проанализировали фрагмент рифмических второго порядка АЦА То есть была АЦА0 плюс полная схема индукции В рамках этого исследования мы развили технику инфинитарных выводов, которую мы сегодня применим для того, чтобы наконец-то проанализировать систему АТР0 Собственно, мы уже в позапрошлый раз доказали, что гамма-0 является нижней оценкой на теоретику декоративного орденала системы АТР0 Сегодня мы докажем, что это кроме того и верхняя оценка на теоретику декоративного орденала АТР0 Соответственно, теоретики декоративного орденала системы АТР0 это в том числе гамма-0 Ну, собственно, теоремы, которые мы сегодня докажем Ну, так сказать, на самом деле исходный результат был получен Фридоменом, Симпсон и Макколуном Ну, так сказать, на самом деле Ну, так вот Ну, так вот Значит, так вот Вот Да, я забыл, как правильное русскоязычное написание. Макалу. Ну ладно, я забыл, как напишется эта фамилия. Ну, да, значит, мы в первом, как правильное пишется, Макалунфы. Повелим и Колумб. Алон. Алон, да? Макси. Ну, да. Там сложнее, есть ли там буква A, но там и C. По-моему, нет. Нет? Ну, в общем, ладно. Да. У Макферса нет, она есть. Да. Ну, ладно, еще надо проверить. В общем, да. Да. Ну, как бы то ни было. Значит, такой результат, что теоретика ДКС на орденал системы АТР-0 это в точность гамма-0. АТР-0. Собственно, так сказать, ну, на самом деле ДКС у нас разобьется на два естественных шага. Значит, с одной стороны мы покажем, так сказать, что система АТР-0 является PI-1-1 консервативным расширением АЦ-0 плюс правила, а с другой стороны мы покажем, что, так сказать, что гамма-0 также является теоретикой финалом системы с правилом. Макалун, да. Да, это фамилия написания, которую я забыл. Да, значит, мы рассматриваем еще дополнение такое правило. Такую систему АТС-0 плюс… Значит, где правило арифметики в некоторой рекурсе мы формулируем таким образом. А именно, значит, если доказано, что VO отменьше и некоторая боковая секвенция гамма, тогда доказано, что существует x в иерархии вдоль меньше для оператора f x, это гамма. Значит, где? Где, значит, порядок меньше арифметический? Арифметический, ну, то есть, на самом деле, конечно, так сказать, PI-0 бесконечности, там могут быть параметры по множеству. А, значит, гамма – это подмножество PI-1-1, то есть на все формулы PI-1-1. И есть, ну, довольно, так сказать, естественное ограничение на свободные переменные. А, ну да, значит, гамма PI-1-1, f, конечно же, тоже, так сказать, это PI-0, это тоже арифметический оператор. Ну и есть, естественно, ограничение на свободные переменные, а именно, ну, x, так сказать, он является свежей переменной, то есть он, так сказать, не принадлежит свободным переменам меньше и свободным переменным f, ну, что, в принципе, естественно. Вот. А что, наверное, и, наверное, гамма? Нет, нет, гамма – это неважно, но он уже под контролем существования. А что означает дробная черта? Какая дробная черта? Ну, это, как обычно, правило вывода. А, это, да, это правило вывода. Ну, то есть, естественным образом мы можем говорить о, так сказать, доказуемости, так сказать, секвенции формальной системы. Ну, то есть, поэтому, то есть, каждую, значит, секвенцию такого вида мы воспринимаем как дизюнкцию, как обычно. И, соответственно, мы, если, когда мы говорим, что вот, значит, рассматриваем систему отца 0 плюс такое правило, мы, значит, это такое минимальное множество теорем, что если вот, которые содержат все, так сказать, аксиомы отца 0 относительно первопорядковых выводов, и, кроме того, если там в нем доказана вот секвенция вот такого вот вида, то есть, такая дизюнкция, тогда в нем также доказывается и секвенция, так сказать, в нем содержится и заключение этого правила. Ну, то есть, так сказать, естественным образом можно, там, или, по-моему, можно рассматривать выводы, первопорядковые выводы, расширенные таким правилом. Ну, и, разумеется, надо отметить, что в таком правиле мы разрешаем свободные переменные, так сказать, ну, во всех этих формулах и с гаммой, и в порядке меньше, и, соответственно, ну, да, и, соответственно, там, если мы хотим говорить о теории, говорить о том, что в теории доказываются только там предложения, и, соответственно, нужно говорить, там, с вами об универсальных замыканиях. Наверное, у Юрия вопрос, а в чем разница между правилом и схемой аксиом, если вернать АРМ от дедукции, да? А, это... Ой, я еще такой сложный вопрос пока не сформулирую. Ну, ладно. Вот, значит... Тогда я умолкаю, чтобы это не смешать. А, да, значит, еще раз. Значит, как, в общем, мы можем определить, что... Понятно, что такое, что это за правило? Вот, а теперь, значит, вот это вот, вот это, значит, минимальное, так сказать... Это, значит, миним... Минимальное множество теорет, множество, там, предложений языка ариотметики второго порядка такое, что, так сказать... Значит, это... Значит, минимальное множество предложений, ну, пусть его как-нибудь обозначено, допустим, а... Минимальное множество а, предложение языка ариотметики второго порядка такое, что, во-первых, АС0 это под множество а. Дальше... Значит, если... там... Там... Любых, там... ПАП, так сказать... В... ВОАТ меньше, так сказать... Изюмция, там... Изюмция гамма принадлежит... А... То тогда отсюда следует, что... То есть ПАП, ну, то есть... Когда мы вот так пишем, это фактически означает, что, так сказать, вот посылка этого правила, она, так сказать... Была доказуемого... Ну и тогда отсюда следует, что... Что и заключение правило тоже принадлежит, то есть там... Любых... ПАП... ПАП это параметр... Вот это... Изюмция... А R и R... То есть у нас минус или... Дефис, дефис... Иначе мы сейчас расстались... Вот... А вначале ПАП маленькому... А, спасибо большое, да... Вектор там по-маленькому исчез, да... Вот, значит... Ну и третье, так сказать... А, дедуктивно замкнутая... Ну, то есть, так сказать, если там... Если логике первого проекта доказывается какая-то дубликация, и посылка дубликации содержится ва, то и заключение тоже содержится ва. Вот, ну или, так сказать... Можно заплетать, можно там... Просто при этом понятии вывода, расширенного вот таким вот правилом, это тоже бы определило нужное множество теорем. А гамма у нас конечная. А где? Гамма конечная, да. Ну, мы всегда рассматриваем только конечные секвенции. Мы не рассматривали бы конечные секвенции никогда. У нас были инфинитарные формулы, но при этом секвенции содержали конечное количество формул. Вот. Хорошо, да. Ну, в общем, как бы за него есть такая вот система, и, значит, там, наше ключевое лемма будет состоять в следующем, так сказать. Лемма, значит, A c 0 плюс вот это самое АТР правило является P1-1 консервативной теорией АТР 0. а ну вот аксиома арифметики отличается вот ну как бы тут тут нам нужно доказать вначале что вполне непорядочное ну там ну по модуне пи 1 1 боковых формул но можно рассмотреть такое совсем чистое правило где нет никаких боковых формул а сами оно эквивалентно надо отдельно доказывать вот а так вот можно посмотреть такое вот если мы такое правило то нам нужно то есть нам нужно вначале что-то доказать что вполне правильно что к последу можно заключить что существует иерархия а так у нас есть сразу импликация то есть это более сильная речь мы не можем так вот так не мы не можем так вот доказать импликацию просто имея правило не получится потому что гамма имеет сложность пи 1 1 было не ограничено произвольное множество формул тогда мы могли бы положить те что он в качестве гаммы в отрицании этого возьму от отменьшить тогда вот мы так выявили воду да 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 . но вот без разного пи 1 1 срочно так не можно сделать. Вот. На самом деле даже можно да, на самом деле немножко поговорить да. Похожий ведь был для sigma1 правило sigma1 индукции да? да. Было, было, да, было, и по-моему для рефлексий был что-то похожее, я не помню, на сколько подробно это доказывали как бы то ни было да давайте обсудим собственно в чем интересность этого результата, чем его доказывать на самом деле про систему ATR0 мы довольно много знаем довольно долго обсуждали и это такая система, которая может быть о существенно неучислимых объектах, а именно мы-то видели, что допустим, система ATR0 можно строить псевдоиерархии то есть когда такие вот нефундированные последствия тюринговских скачков то есть когда у нас есть множество, которое является самым тюринговским скачком какого-то другого множества и так далее, значит такая бывающая вниз иерархия нефундированная и таким образом мы этого не доказывали, но мы примерно поняли, что HIP не является моделью, омега моделью ATR0 и так далее это такая система, которая на самом деле имеет доступ даже не гиперифметическим множествам в общем, в таком смысле она выглядит весьма сильной на самом деле вот эта система таким свойством уже не обладает то есть что здесь происходит? ну на самом деле, ну как? ну это просто на самом деле замыкание ATR0 относительно такого правила то есть как это работает значит есть какой-то, мы стартуем с ATR0, мы это уже, как мы хорошо знаем значит теоретика декоративный ординал ATR0 это ε0 А на это A-ОНОН, ОНОН, ОНОН, ОНОН ОНОН , и это А-ОНОН и это консервативное решение P-А ну да, да значит, если мы посмотрим на D-Классе, такую систему значит каждый D-Класс просто это Qualcomm k truths о привлеклении это самые правила hpi f3 на degenerативную lasting eighty sine tackle но если это внимательно, то выяснится следующий эффект значит что, что мы стартуем систему, которая и 2-очки д-Класс basis ординал ε0 Дальше мы применяем это правило, и за одно применение мы получаем доступ к гиперарифметической иерархии в путь до уровня ε0 То есть это будет такая ε0 иерархия, то есть террация арифметических операторов высоты ε0 Дальше у нас будет такая вот система, в которой будет Дальше, если мы посмотрим, каких линейных порядков можно доказать, используя это, Наличие таких иерархий, но это тоже получится некий ординал, даже мы можем его сформулировать Это значит, на следующем, может, это будет α, который меньше, чем ε0 от 0 Мы получим доступ к таким ординалам, еще раз применяем правило, у нас будет иерархия уже такой высоты Ну и так далее, но, в общем, мы можем произвести лишь конечное число шагов Ну и, значит, каждый раз мы получим доступ к иерархиям примерно такой высоты То есть это там φ, φ, как-то там, φ, как-то там, φ, как-то там, φ, как-то там, φ, как-то так И так далее, вот, ну и где там внизу, φ0 от 0, примерно так Но, так сказать, лишь конечное количество уровней То есть каждый раз мы будем просто получать иерархии высоты меньше, чем γ0 То есть, ну, понятно, все такие ординалы, они, конечно, меньше, чем γ0 Ну, просто в силу определения γ0 Вот, соответственно, вот эта система, в частности, ее моделью является просто, если мы рассмотрим, вот, значит, все гиперарифметические множества, которые получаются, там, итерациями этих арифметических операторов вдоль ординалов меньше, чем γ0 То есть, на самом деле, под множество хип Ну и, в частности, хип, само хип, разумеется, тоже является моделью такой системы Вот, а сами вот этот процесс, когда мы переходим от, значит, мы стартуем с какой-нибудь системы А дальше мы, так сказать, мы смотрим то, что в ней доказуемо Какие линейные партики в ней являются доказуемыми вполне упорядочными И дальше добавляем в нашу систему, так сказать, гиперарифметическую, так сказать, итерацию операторов вдоль этого порядка Этот процесс известен как автономное замыкание системы То есть, общая мысль такая, что, как бы, если мы доказали, что, так сказать, если мы принимаем это, так сказать, гиперарифметические множества как, так сказать, эвалидные конструкции То, в общем, это такой естественный процесс, что если мы доказали, что какой-то ординал вполне упорядочен То тогда, так сказать, мы можем разрешить себе использовать гиперарифметические множества вплоть до уровня альфа Вот, ну и вот такие, так сказать, ну, на самом деле, так сказать, это такой Ну, это, так сказать, то, что я сейчас описал, это, по крайней мере, одна из интерпретаций такой общей идеи В основаниях математики как предикативность То есть, когда мы, так сказать, мы не принимаем произвольные, значит, подмножества натурального ряда как-то То есть, мы не рассматриваем, значит, все подмножества натурального ряда как законченную совокупность Но, тем не менее, так сказать, мы разрешаем вот такие вот гиперарифметические конструкции И, ну да, и, соответственно, вот такая система является одним из вариантов формализации Хотя, на самом деле, это, надо сказать, что это такой не самый чистый вариант Потому что здесь, в некотором смысле, мы, так сказать, разрешаем неограниченные квантеры вдоль, так сказать, универсовом множества Правда, конечно, так мы очень ограничены, ну, потому что у нас сами аксиомы, что они довольно ограничены Ну, тем не менее, квантеры есть, и поэтому, на самом деле, если такой, если смотреть, так ли, Совсем аккуратно подходить, с точки зрения этой, так сказать, такой, предикативистского взгляда на арифметику второго порядка Это, на самом деле, не очень хорошая система Но, на самом деле, можно вспомнить другую, там, немного это все переформулировать То есть, теперь говорить, там, если говорить не о системе, в которой есть квантеры по множеству, а есть только константы для множеств Ну, там, в духе того, как у нас было, p от x, да? Ну, дальше мы можем расширять p от x там константами для вот этих уравнений по арифметической иерархии Которые индексируются, вот, так сказать, элементами линейных порядков, которые мы уже доказали, что они уже вполне упорядочены Вот, ну, получается такая вот альтернативная система, на самом деле очень родственная этой Но у них несколько другая Вот такой был бы более чистый взгляд на предикативность Ну, это, конечно, как бы здесь более богатый язык Ну, в некотором смысле она несколько сильнее, но, на самом деле, это не очень существенная разница То есть у них одинаковая теоретика такая, что это ординал Вот И даже можно в каком-то смысле интерпретировать эту структуру, да? Да, да То есть это, обычно говоря так, что это предикативно сводимая система Вот, а TR-моль, она предикативно не сводимая Нет, ну, да Потому что у него даже ординал прямосходит, как говорится Да, да А вот любой конечный фрагмент вот этой Он, так сказать, предикативно сводимая система Которую мы, скажем, применяем только вот это правило только там Н раз, где фиксированное Н Вот это будет предикативно сводимая система Он тот знает, что его можно будет свести к такой системе, где уже есть чисто просто уровень гиперарифметической иерархии в качестве констант Вот Ну, когда по нему есть тонкая идеологическая разница На самом деле все это очень родственные вещи Да В общем, до сих пор идут некоторые философские обсуждения Значит, вот эта концепция того, что вот предикативность надо понимать вот так Ее придумали такие люди, как Крайзель, Фильферман и Шутте Вот Они же После чего вот Фильферман и Шутте, они проанализировали, так сказать, границу для предикативных в смысле теорий И получили от налога ману Это, так сказать, вот их 64-й год, значит, основной их, это такое, как у нас, так сказать, достижение в хилософе Вот Но, значит, были разные другие подходы Некоторые эквивалентные этому Которые были позже Фильферманом и так другими предлагались А в последние годы появились работы такого очень молодого человека относительно по имени Микбиво Ну, он не очень молодой, так сказать Ну, это, конечно, да Который, как говорится, подверг сомнению здесь, скажем так, философское обоснование этого всего И довольно убедительные, так сказать Довольно убедительные критики Поэтому, ну, тем не менее, это вот такое, как бы сказать, наиболее общепринятая точка зрения На тему того, что такое предикативное Это вот в терминах такого рода теории Ну да Разветвлённый называется разветвлённый анализ А вот это вот то, что сводится, так сказать Ник Вибер Ник Вибер Вибер Как Вибер Вибер Который что-то там блёв Он блёв 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 Н Ник Вибер Ник Вибер Вот Да, ну, значит, тем не менее Возвращаясь к этому результату, да Таким образом, вот слева мы имеем такую преди... Ну, предел... Самую такую систему, которая соответствует пределу предикативных систем А справа вот это стоит у нас АТР0 Которая, как минимум, такая система, которая уже умеет рассуждать в таких существенных негипералитических объектах То есть там умеет доказывать такие интересные результаты вроде открытой додерминированности, которую доказали Сравнимость там, там, линейных упорядочиваний и так далее В общем, такая довольно сильная система, которую много чего можно формализовать из такой уже существенной бесконечной математики Вот И, как оказывается, она вот сводится в таком, ну, относительно слабой системе Которая, так сказать, мы просто, так сказать, базируемся на такой идее Ну, на такой, так сказать... Ну, так сказать, на довольно слабом принципе замканности относительно построения То есть мы всего что-то разрешаем какие-то, так сказать, достраивать уровни гипералитической иерархии Вот Ну да, собственно, касательно общего плана ДКС Во-первых, значит, мы докажем вот этот факт А, другой стороны, нам останется доказать, что вот эта вот система Она имеет, так сказать, ее теоретика ДКС на ординал это гамма 0 Ну, а сами этот факт мы докажем просто, значит, используя такую лему А именно, значит, ну, в общем, множество таких фи, что, значит, меньше чем гамма 0, 0 Доказуемо фи гамма 0, а замкнуто относительно вот этого самого правила АТР правила Вот Надо помнить себе Да, 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 на самом деле, мы в прошлый раз определили так Мы рассматриваем инфинuum трентеральные доказательства Значит сколько меньше гамма 0, так сказать, что мы рассматриваем到了 разрыв Jamma 0 А 0 – это числа сечений Ну, да, 0 – это ранг сечений То есть мы То есть без сечений То есть без сечений и ранг меньше чем Да, на самом деле, что это не очень важно Потому что цumbers к силе с clicked гамма 0 такая доказуемость, то же самое, что вот такая доказуемость. То есть сечение ранг меньше, чем gamma0, то есть просто одно и то же. Потому что когда мы устраняем сечение в выводе, в котором сечение имеет ранг меньше gamma 0 и в основном выводе меньше, чем gamma 0, а то мы все равно получаем вывод во ST меньше, чем gamma 0, потому что там как раз сфигурирует эта fee-функция, предикативной теореме обустроения сечения, которая как раз не позволяет нам выйти до границы ординала гамма 0. Так вот, когда мы пишем вот здесь гамма 0, вот это немножко другое, чем то, что у нас было в прошлый раз, а именно в прошлый раз мы определили этот перевод из языка арифметики второго порядка в инфинитарный прописациональный язык, когда мы интерпретировали квантер по натуральным числам, там не совсем просто, то есть бесконечные дизюнкции в доль натурального ряда и бесконечные конъюнкции в доль натурального ряда. А вот эти квантеры второго порядка мы интерпретируем как квантеры по множествам определимых инфинитарными формулами ранга меньше, чем омега. Это у нас был перевод, когда будет здесь омега, а когда здесь гамма 0, значит это мы интерпретируем квантеры второго порядка как квантеры по множествам определимых инфинитарными формулами ранга меньше, чем гамма 0 уже. Значит, и теперь что происходит, если мы докажем, теперь досталось понять, почему комбинация этих двух результатов даст нам ординальный анализ АТР0. Ну, в самом деле, вот этот результат, что нам дает? Мы покажем, что это может замкнуть АТР-правила, но дальше мы, кроме такая, более-менее так же, как мы докажем в прошлый раз, мы покажем, что оно также содержит все аксиомы АТР0. То есть, другими словами, вот это вот, ну, если мы смотрим вот такую вот множество формул, это будет такая вот теория, которая включает в себя вот эту самую АТСА плюс АТР-правила. Сейчас, тут еще вопрос. А что должно стоить перед штопором? То есть, спационар доказывается или что? Это чисто логика. Это чистая логика. Доказываем, что унитарной логики. Окей. Да, вот. Значит, другим словом, мы получим, что вот это вот множество, оно включает в себя, ну, понятно, АТСА0 плюс АТР-правила. И, кроме того, если мы доказали, что что-то фундировано вот здесь вот, то это означает, что мы доказали фундированность этого линейного порядка выводом, там, значит, с течением ранга 0 и высоты меньше, чем гамма 0. То есть, там, в силу нашей леммы-ограниченности, порядковый тип этого линейного порядка, что он меньше, чем гамма 0. И, собственно, вот таким образом мы получаем наш анализ. Ну, а дальше вот это, значит, ну, то есть, соответственно, если мы доказали что-то в АТР-0, что-то фундировано в АТР-0, значит, мы доказали это и здесь, в силу P1-1 консервативности, а следом мы доказали его и в этой системе, ну, а дальше как раз работает самая лемма-ограниченность. Вот. Таким образом мы получаем наш анализ. Соответственно, осталось теперь, там, прояснить детали того, как мы обостановим разные шаги в этой конструкции. Ну, хорошо, давайте, там, начнем вот с леммы про АТР-0 и АТР-правила. Ну, собственно, мы уже доказывали несколько раз похожие утверждения. Ну, Пай, с одной стороны у нас есть, значит, теория с правилом, а с другой стороны есть теория с соответствующей аксиомой. Это как и сигма-1, и сигма-1, правила сигма-1. Да, 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 да. И там, и то же самое, как, там, как, значит, принцип равномерной рефлексии и правила, соответствующие правила рефлексии. В общем, все очень похоже, и на самом ДКС тоже очень похоже. Ну, давайте, значит, давайте формулируем аксиому АТР-0 в правильном подходящем виде, а именно, значит, в таком виде. мы формулируем так, существует x такое, что не было от меньше или, или, это сказать, иерархия, так сказать, меньше fx. Ну, понятно, так сказать, ну, с естественными ограничениями, даже что такое меньше, что такое f. Вот, ну, то есть мы просто, то есть стандартной промышленности у нас бы квантер-шествование стоял здесь, но мы, так сказать, его приняли, так сказать, вывесли наружу, да. Ну, это единственное, что здесь нам нужно сделать. Да, и теперь, значит, мы, ну, как действуем? Ну, предположим, некоторые, ну, включение, собственно, то, что теория слева является под теорией и теория справа, довольно очевидно. Ну, просто очень довольно легко доказать, что АТР-0 относительно АТР правильного. Что это там? Оно там производно будет. Что? Оно производно будет. Ну, да. Вот. Ну, соответственно, нам нужно задержательно доказать, что если что-то, P1.1, предложение было доказано в АТР-0, то оно доказуемо в системе слева. Пусть. Пусть АТР-0 доказала Φ. Ну, тогда мы рассмотрим вывод без сечения, и, так сказать, такой секвенции, что из отрицания некоторых аксиом АТР-0, Вот. Запятая фи. Есть. Нет. Сечение. Секвенция. Неверно, что А1. Неверно, что АН, запятая фи. А1. Аксиомы АТР-0. Вот. Ну, теперь мы будем доказывать индукции по высоте выводов такого вида, то есть когда из... Ну, возникает немножко более широко. Значит, рассмотрим теперь выводы... Рассмотрим выводы без сечения. Ну да, конечно, надо сказать, что везде имеется в виду, что в логике первого порядка. Рассмотрим выводы без сечения. Секвенции вида, так сказать, неверно, что В1, неверно, что ВН, запятая гамма. Ну, где гамма, это будет множество П1 на 1 формул, АБИТ и это примеры, ну, так сказать, примеры аксиом АТР-0, где у нас может не стоять этих внешних квантеров общности. А где? Внешних квантеров общности по множеству. Да. По множеству П1 на 1. П1 на 1 тоже не совсем верно. Мы хотим рассмотреть, ну, где гамма состоит из формул, которые эквивалентны П1 на 1. Давайте вот подножиться П1 на 1 звездочка. Где под П1 на 1 звездочка имеются формулы, которые от С0 эквивалентны П1 на 1 формулам. Вот. Вот. И ВИТ… Примеры о всем АТР-0, в которых, возможно, опущены вот эти самые внешние квантеры, соответствующие универсальному замыканию аксиом. Ну, понятно. То есть у нас есть аксиомы… Значит, во-первых, у нас там есть эти аксиомы Я, которые вообще были там арифметическими. Дальше есть аксиомы индукции, ну, в которой, так сказать… которая, на самом деле, тоже была, так сказать, универсальным замыканием арифметическим. И дальше есть, так сказать, аксиомы арифметического свертывания, которые, значит, вообще имели такой П1-2 вид, но, на самом деле, они, так сказать, более точно это выглядело так. То есть оно было… Значит, внешние квантеры общества, соответствующие там квантерам по параметрам, а дальше была Сигма-1-1 формула. И, соответственно, была вот эта аксиома арифметическими рекурсами, которая тоже вот выглядела таким образом. Ну, соответственно, мы разрешаем здесь примеры, в которых, может быть, не все эти внешние квантеры общества стоят, а только часть. Вот. И теперь мы индукции по выводам вот таких вот секвенций докажем, что если, так сказать, что в нашей системе от Сианова плюс АТР правило был образ доказуемой гамма. Бесечение В как-нибудь позначим. В индукции по высоте В докажем, что там АТР правило доказывало гамма. У меня есть уточняющий вопрос. Мы вот эти выводы рассматриваем, значит, в каком исчислении? В обычном, да. В обычном, да, исчислении. В обычном двухсортном, так сказать. Да, действительно, это некоторый важный момент, который я упустил. Мы до этого рассматривали только односортные исчисления для логики первого порядка. Но насами точно также можно назвать двусортные исчисления, то есть поэтому, когда у нас есть не один сорт переменных только для натуральных чисел, а два сорта. Значит, одно по множеству натуральности, другое по натуральным числам, мы их так понимаем. Ну, естественно, на самом деле точно такое же исчисление, там нет никакой разницы, и ровно так же устроена теорема об устранении сечения. В общем, здесь... А там для разных сортов два правила Бернайсона? Ну, да, у нас все-таки секвенциальное исчисление, у нас там не правила Бернайсона. Ну да, у нас да. Соответственно, у нас есть два правила ведения квантора общности, два правила ведения квантора существования для каждого из двух сортов. Ну, в общем, на самом деле все делается там более-менее очевидным способом. Ну да, у нас есть эта нормальная формула, там, А принадлежит X большому, так сказать, ну, такому... Да, да, ну, в общем... В общем, на самом деле никаких существенных отличий здесь нету. Вот. Да, теперь, собственно, вот мы... Теперь как, собственно, происходит наша индукция? Ну, на самом деле здесь есть, так сказать, там... Мы, значит... Так сказать, у нас правила делятся на... Ну, есть, так сказать, не содержательные шаги в случае для индукции, а есть содержательные. Собственно, есть у нас последнее правило в P. Это какое-то правило, которое действовало на гамма, то есть оно не... То есть у нас между посылками и заключением не изменилось множество этих аксиом, то на самом деле это довольно тривиально. Просто нужно симулировать то же самое правило в рамках вот этой теории и получить... и там непосредственно перейти к... Получить там наш шаг индукции. И, соответственно, содержательные случаи, это когда у нас возник какой-то новый бейтый. А, собственно, эти самые новые... Ну, и дальше, поэтому... На самом деле для нового бейта мы, так сказать, есть эмарс-монент два случая, именно когда новый бейтый, это какой-то... Какая-то из аксиом от СА0, и когда новые бейты, это вот самый пример... Аксиом арифметический... Пример аксиом арифметический тридцентной рекурсии. Вот. Ну, когда... А что? Ну, нет, мы это в рамках... Ну, просто... Значит, в чем происходит? Если нас свертывает, то оно рассматривается так же, как все остальные аксиомы от СА0. Дело в том, что, значит, новый случай, если какой-то из бейтых просто одна, но новая, если у нас возникла новая бейта, то есть у нас было какое-то... По какому-то правилу, да? Мы получили новое бейта, которое было аксиомой от СА0. Ну, примером аксиома от СА0. Вот тогда, на самом деле, ну, просто в силу того, что, вот, так сказать, нас теперь... Мы по приложению индукции, да? Получим, что вот эта наша система, да? АСА0 плюс АТР правила, оно доказывало, вот, там, не... какой-то там... не б... не б и т... это... дизюм ц... дизюм ц гамм. А где не б и т, это был, собственно, пример аксиомы от СА0. Ну, соответственно, отсюда автоматически следует, просто по силам замканности этой теории относительно правила modus ponens, что мы доказывали... доказали... ну, дизюм ц гамм. Дизюм ц гамм? Ну, потому что это... Ну, потому что у нас есть, значит, отрицание, там, пример аксиомы, которые у нас есть. Собственно, всё. Так, ну, только тут я немножко запутался. Сейчас мы говорили о примерах аксиомы от СА0. Да-да. Это примеры аксиомы от СА0. А это может приведут к примерам аксиома ТР? А аксиомы от СА0. Ну, как бы аксиомы от СА0, они делятся на две категории. Есть аксиомы от СА0, а есть примеры схемы арифметической трансмитной рекурсии. Ну, и, собственно... А рекурс у нас будет того, чтобы... Да-да, но это содержательный случай. Примеры аксиомы от СА0 это не очень содержательный случай, потому что они тут же устраняются. Да-да. Ну, просто если мы... Ну, просто по предполнению индукции мы переходим к доказательности такой штуки, дальше мы по моду спонусу устраняем все существующие аксиомы. И, соответственно, содержательный случай это, так сказать, аксиома арифметической трансмитной рекурсии. Ну, в принципе, здесь тоже ничего сложного. Давайте сейчас посмотрим, чуть внимательно на него посмотрим. Так. 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 Ну, да, значит... Ну, да, значит... Как у нас вообще появляется эта самая аксиома арифметической трансмитной рекурсии? А именно... Ну, то есть, отрицание аксиомы арифметической трансмитной рекурсии. Значит, мы видим, что сама аксиома она началась с квантера существования, да? А, соответственно, любое отрицание примера, оно всегда появляется в силу правила введения квантера общности. Ну, то есть, а именно вот этого квантера, который по иксу. Соответственно, у нас P, он выглядел таким вот образом. Значит, здесь какие-то были не B1, не B. Вот. А дальше у нас вот возникало наше правило. Значит, ВО от... Меньше конъюнкция... Ну, понятно, потому что мы переходим к отрицанию. Конъюнкция, отрицание, иерархия... Меньше f... x. Ну, где x, соответственно, там не... Оно свободно не содержалось в B и в определении порядка меньше. Вот. А, ну и потом, соответственно, что? Гамма. Ну и отсюда мы, соответственно, получали вот... То самое, там, для любого x... ВО отменьше... Конъюнкция, отрицание, иерархия. Меньше f гамма. Вот так вот выглядело наше последнее правило. Ну и теперь, чтобы по предположению индух... Заметим, что вот эта формула сверху, она эквивалентна P1,1 формуле. Ну почему? Ну потому что эта иерархия, это вообще просто арифметическая формула. А это P1,1. А конъюнкция P1,1 арифметическая, она эквивалентна P1,1. Соответственно, мы можем приметь предположение индукции вот к выводу вот этой секвенции. И тем самым мы получаем, что у нас было доказуемо вот... А это правило? Еще надо сказать, что x не входит там... Да-да-да, я сказал это, но я это не записал. Ну да, ну давайте запишем. x там не принадлежит FV от B1, объедение и так далее. FVVM объединить FV меньше, объединить FV от F. Да, ну в общем, да, довольно большой список, куда они не ходят. Но, конечно, неплохо. Вот, значит... Ну да, соответственно, мы применяем предположение индукции, секвенции сверху, ну и замечаем, что вот эта система, она, конечно, доказывает, что там VO от меньше конъюнкция отрицания этой самой иерархии меньше F, ну, там, дизъюнкция, дизъюнкция гампа. Вот. Замечательно. Но, в частности, она доказывает вот, когда здесь стоит конъюнкция, она просто доказывает, что VO от меньше. А если у нас здесь... Соответственно, если мы вот забудем про эту иерархию, что здесь окажется? Здесь окажется VO от меньше, дизъюнкция, дизъюнкция гамма. И это как раз место, где мы можем применить наше ATR-правило. Ну, соответственно, она... Мы также докажем, что вот... Ну, собственно, вот эта самая иерархия. Меньше F, там, дизъюнкция, дизъюнкция гамма. Вот. Ну, просто в силу применения ATR-правила. Ну, а дальше, соответственно, у нас здесь мы, с одной стороны, доказуемо неверно, что иерархия меньше F. А, извиняюсь. Да, я, конечно, написал неправильно, да. То есть, конечно, существует X, такое что... Иерархия от X. Да, 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 да. Вот он. Ну и там выше тоже должна быть иерархия от X. Дизъюнкция, дизъюнкция гамма. Ну и, значит, теперь мы можем приправить гений квантера общности здесь и получить для любого... Что никакой X не является иерархией. Вот. Ну и, соответственно, дальше, там, применив сечение, мы просто получим, что... ну, искомую дизъюнкцию гамма. Собственно, всё. Мы, так сказать, провели наш шаг индукции в этом критическом случае, и тем самым мы доказали вот это самое индуктивное утверждение. Ну и, ну, теперь... То есть, здесь, на самом деле, чуть-чуть красивее было бы вот сразу воспользоваться инвертированием кондицией и получить два вывода с VO и с отрицанием хи-яр. Тогда бы у вас был в чистом виде там VO. То есть, не нужно было бы говорить, что это формула эквивалентная, там, P1-1 формуле, потому что она была бы буквально P1-1. Согласен, да. Да, да, да. Это было бы чуть-чуть покрасивее, да. Ну, в общем, по-моему, всё это, там, семитические вещи. Ну, это, так сказать, так. Ну, да, в общем. Да, ну ладно, да, согласен. Здесь можно было бы чуть-чуть попроще сделать. Вот. Да, значит, ну да, собственно, вот доказавство с утверждением продукции, разумеется, мы получаем исходное утверждение. Ну, потому что здесь у нас как раз был, ну, вот здесь был, то есть, вот мы стартовали с этого вывода, который вот имел вот именно нужный нам вид. То есть, было отрицание примеров и всё, и дальше P1-1 формула. Ну, естественно, мы теперь видим, что P1-1 формула фи, доказуема в нашей системе АЦ0 плюс АТР-правила. Собственно, на этом ДКС-телемма завершается. Ну, надо сказать, что это очень похоже на то, что мы видели до этого, так что... Здесь никаких особых новостей не было. Вот. Ну, значит, теперь давайте поговорим об инфинитарных доказательствах почему же, так сказать, эта система вплоть до гамма-0, она, так сказать, нам относительно АТР-правила. Ну, здесь нам придется, так сказать, немножко усилить нашу лему об ограниченности, такой, получить её более формализованный вариант, ну, формализованный, опять же, в рамках наших инфинитарных, системы прописциальных инфинитарных доказательств. А именно у нас, напомню, что наш, так сказать, лему об ограниченности сейчас просто говорит нам то, что если у нас есть какое-нибудь, там, арифметическое вполнеопорядочение, и у нас есть, там, ДКС-телемма альфа, то, что оно является вполнеопорядоченным, то его длина, она, там, меньше, чем омега в степени альфа. Это то, что мы получили пока что. А теперь мы хотим такой более формализованный вариант это всё получить, когда, так сказать, когда у нас тот фактор, что вполнеопорядочный имеет ранг меньше альфа, выражен в рамках нашей инфинитарной системы. Для этого давайте рассмотрим вот такие вот формулы. Значит, а альфа меньше от х. Это будет инфинитарная формула вот такого вот вида. Любого у меньше, чем х. Ну, технически это, конечно, не инфинитарная формула. Надо понимать, когда я пишу вот так вот. Это сокращение для инфинитарной формулы, то есть это квантер по натуральным числам, а по нему мы можем построить инфинитарную формулу. Знаете, сейчас в этом случае это раскрою, а дальше вот так делать не буду. Вот. Значит, b меньше, чем альфа, а b меньше, чем eg. Вот. Ну да, давайте, да, ну, собственно, ну вот этот самый, на самом деле это можно переписать таким образом, то есть такая вот конъюнкция по, там, по n, 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 что если y, если n меньше, чем x, то тогда, ну, поэтому дизюнкция. Меньше альфа, а b меньше от y. А, я снять, от n. Ну, в общем, если аккуратно, это должно выглядеть таким образом, но, по-моему, довольно понятно А если неаккуратно, то это будет комбиниться по всем у меньше, чем х Ну, да, но это не совсем хорошо, потому что… Это плохо, да, потому что х переменная, мы хотим получить одну формулу Ну, в общем, здесь можно, конечно, смотреть на саму альфа То есть, когда мы здесь имеем параметр х, можно, например, думать, что это не свободная переменная А это, на самом деле, просто семейство формул, проинтексированными числами И тогда то, что ты говоришь, что это уже нормально, в общем В общем, здесь есть, так сказать, можно по-разному это формализовывать Мы, скорее, придерживаемся такого взгляда, что х это свободная переменная Ну, если смотреть, наверное, как на сводные переменные, как на… Ну, так сказать, на форму с сводными переменными, как на семейство формулы проинтексированных числами То, значит, то, что ты говоришь, это будет уже нормально Вот, ну, как бы то ни было, так сказать, просто некоторые тонкости Это не так принципиально Вот, ну, собственно, что нам теперь, что содержатель нам говорит эта формула? Ну, содержатель, поэтому это мы выделили… Эта формула определяет кусок порядка меньше, состоящих из элементов ранга меньше, чем альфа Ну, что довольно понятно, так сказать Вот, ну, и теперь, собственно, такое усиление нашей леммо-пограничности Оно будет выглядеть таким образом Значит, такая вот леммо Пусть… Пусть там мы… Мы альфа 0 доказали, что неверно… Неверно, что прок меньше х, гамма от х Значит, где… Значит, х не принадлежит fv от меньше вниз в меньше Значит, х входит только положительно в гамма В гамма только позитивно 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 Ну, так… Ну, да Ну, в смысле, что они не имеют ссылки и импликации… Не, ну, как бы у нас… Ну, у нас вообще… Вот эти формулы, они… У нас нет… То есть, связки отрицания, у нас есть только отрицания, навешанные на тамарные формулы И тогда нужно просто смотреть, если… Ну, мы гамма и догадываем, что входит только позитивно Значит, у нас нет атомарных подформул вида Неверно, что… А, ну да, у нас же отрицание… У нас же отрицание тесное… У нас же отрицание тесное… Тесное, тесное… Да-да-да… Вот… Ну, разумеется, это можно было делать и не с тесным отрицанием, а с некоторыми… Удобно… Некоторые удобства, связанные с уменьшением количества связок… Что еще более важно в кэш-правилах Вот… Значит… Да, значит, у нас х входит в гамма только позитивно Тогда… Омега в степени альфа плюс один… Омега в степени альфа плюс один… Доказуемо гамма от… Омега в степени альфа меньше… Вот… Ну, то есть поэтому, когда я подставляю вместо х формулу… Ну, это то, что просто нужно подставить вместо атомарных формул, где участвовала предикатная переменная х Или переменная по множеству х Нужно подставить множество определяемого этой формулы а Как и раньше Вот… Ну, а сами это… Так сказать, если бы у нас здесь было не… Мы бы это сказали не в термах «доказуемо», а просто истинно То это, на самом деле, была бы наша лемма, которая была когда-то в прошлом семестре доказана Ну, там так и было, что если есть позитивные секвенции, в которые х ходят только позитивно, то тогда достаточно взять кусок этого порядка, который идет вплоть до уровня омега в степени альфа Вот, но здесь единственное отличие, что это такой формализованный вариант То есть мы вместо, так сказать, внешнего утверждения мы здесь подставили формулу, которая определяет этот кусок инфинитарную формулу, определяющую этот кусок И дальше мы сказали, что поставили здесь ограничение на то, какая сложность у вывода Ну, мы сейчас не будем подробно это проверять Ну, в общем, все в том, что нужно аккуратно Аккуратно посмотреть на самый аргумент, который был для исходной леммы И понять, что можно получить такой формализованный вариант То есть подстроить эту самую инфинитарную индукцию и доказывать уже существование инфинитарного вывода Ну и там, естественно, появляется сечение более высокого ранга Примерно так это делается Значит, теперь следующий шаг Ну, собственно, что нам нужно? Мы хотим получить это самую задумывательную правило Тринфинитарной рекурсии Ну, значит, там, на самом деле, Известно, нам этот командор существования, который там возникает Нам нужно реализовать при помощи некоторых инфинитарных форм Соответственно, нам нужны инфинитарные формулы, выражающие те самые иерархии Существование которых нам нужно доказать Давайте мы и построим эти инфинитарные формулы Вот, ну, собственно, вот мы строим, значит, формулу h альфа меньше f от x Ну, мысль такая Значит, что, прежде чем я подпишу конкретные формулы Что эта формула делает? Она, значит, она делает следующую вещь Именно она определяет иерархию вдоль порядка меньше С помощью арифметического оператора f Но не обязательно для всего порядка меньше А только для вот куска порядка меньше, который состоит из элементов ранга меньше, чем α Ну, то есть такая довольно естественная вещь То есть это то же самое, что если мы меньше ограничили на ранга Да, если мы ограничим меньше на элементы ранга, чем α И возьмём иерархию вдоль ограниченного порядка, вот это оно и будет Ну, собственно, понятно, что мы не можем рассчитывать То есть, если мы хотим получить формулу какого-то фиксированного ранга инфинитарного Мы не могли бы рассчитывать записать одну формулу и сразу иерархии по всему порядку меньше Независимо от того, какого ранга этот порядок Сейчас, извиняюсь, это формула h, это формула e, которая у нас была только чуть-чуть в отличие Нет, нет, это уже выражение самой иерархии Мы хотим записать инфинитарную формулу, которая определяет иерархию вплоть до ранга α А, перевод формулы иерархии Да, это просто инфинитарная формула, которая определяет нашу иерархию То есть это не формула, которая говорит, что что-то является иерархией Это формула, которая, так сказать, создает иерархию Соответствующий элемент, в общем, это множество, которое интерпретирует эту формулу, которая раньше называлась e Да, 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 то есть оно реализует кванта существования Да Вот это, так сказать, да Ну, в общем, да, так сказать, существует Ну, наверное, немножко, конечно, более громоздкая, чем эта формула А Существуют yz такие, что пара yz это x x И, значит, ранг этого y не меньше, чем α Альфа меньше, чем y И f от дизюнкция по всем бетам меньше, чем альфа От h bt меньше f Ограниченные до уровня, значит, вот так, в скобочках Дизюнкция, понятно, определяет некоторое множество Дальше мы теперь это множество Ну, мы его понимаем как множество пар И мы теперь знаем, что это множество пар ограничено вплоть до уровня меньше, чем y И И спитая z Вот Это выглядит таким образом Значит, что-то здесь произошло Ну, на самом деле, произошла очень естественная вещь Альфа Альфа меньше И, кроме того, на z имеет место оператор Ну, собственно, вот как раз и Ну, от нужного куска иерархии, который мы выражали через hb для меньших bet А зачем мы f стерли там после запятой? А где мы стерли? А где мы стерли? hb это меньше Ну, не думаю Я не понял, что мы стерли Вот, дизюнция hb меньше вот Перед f Перед f Нет, после f После f Вот, и что мы стерли? hb это вот это hb меньше Аааа, это, я позвожу по ошибке Конечно же, ну Вот Вот Ну, в общем, как бы то ни было, мы можем Это, в принципе, если так разобраться Эта формула, она выражает То факт, что вот То есть она как раз определяет нужную нам иерархию Что довольно легко, так сказать, показать Да Ну, и теперь Ну, единственное, нам теперь нужно, так сказать, еще инфинитарными доказательствами Доказать тот факт, что вот Эта формула действительно определяет нужную нам иерархию Вот Ну, в общем, нам нужна вот такая лемма как-то Лемма Значит Пусть 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 бета больше равно, чем альфа Тогда Тогда Омега в степень Омега умножить на бета плюс один Омега умножить на бета плюс один Доказуемо, что иерархия 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 От Меньше ограниченного на а Альфа меньше То есть То есть Кусок Порядка меньше Который Значит Стоит элементов ранга меньше, чем альфа Запятая Ф От От Того самого Аж бета Меньше Ф Ну, который Значит, как множество Ограничен на Множество А Альфа Меньше В общем Я бы Альфу заменил на гамму Просто визуально альфа Смешивая Давайте я просто более аккуратно напишу альфа Мне кажется, что это решит проблему Вот Да У нас все-таки еще по поводу этой верхней формулы есть вопрос У нее рекурсии Да, 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 конечно Мы определяем эту формулу трансминительной рекурсии Ну, да, конечно Вот эти все формулы и а альфа и аж альфа Определись трансминительной рекурсии по ординалам Ну, а именно Можно видеть, что вот мы Для формулы Каждая следующая формула Использовали формулу со всеми меньшими индексами Ну, и тем самым Ну, понятно В частности, а 0 Поэтому она вообще не использовала никаких А бет Ну, то, чтобы была пустая дизъюнкция А пустая дизъюнкция это просто ложь Вот И тем самым Ну, понятно, что а альфа Какая-то там формула На самом деле Если на нее аккуратно посмотреть Какого там Ну, кажется, ранга 3 умножить на альфа Вот Ну, понятно, что здесь такая На самом деле, смотревшись в записи Здесь получается На каждом случае мы получаем Такую вложенную систему из трех связок Вот Ну, и пример То есть, ну, другие основные уровни Ранг этой формулы альфа Это примерно альфа Ну, и то же самое для h альфа Здесь, по-моему, там даже уже, я знаю, Может, там 4 Там будет множитель 4 или 5 Может даже побольше В общем, надо внимательно посмотреть Какой-нибудь там нужно В общем, возникает какой-то конечный множитель В ранге, но, в общем, все равно конечный Вот Да Вот Ну и, соответственно, вот у нас Эта лемма, она нам говорит о том, что Ну, как Ну, что, собственно, эти самые формулы h-бета Для достаточно больших бет А как раз и обладают этим свойством иерархии Для, так сказать, вдоль порядка меньше, но ограничено на нужном уровне Вот Ну, и кроме того, значит, здесь еще и фиксирован, так сказать, ранг доказательств, который во всем этом возникает Вот Ну, ага, конечно, так сказать Аккуратно доказательство этого лемма потребует довольно много усилий Но, знаете, я просто поясню, почему, в принципе, то, чего следует ожидать Там, не производя подробных Это понятно, потому что, на самом деле, это будет довольно трудно Там нужно будет явно выстроить инфинитарные выводы Ну, в общем, что здесь происходит Здесь у нас есть эта самая формула, которая, так сказать, ну, интуитивно она Она выражает то, что нам нужно То есть она выражает эту иерархию И поэтому, на самом деле, нам теперь, чтобы Что это за факт доказать с такой трансфинитной индукцией? Ну, а теперь нам нужно трансфинитную индукцию формулировать в виде инфинитарного вывода Что мы, конечно же, можем делать То есть она, там, вот Такая трансфинитная индукция Вплоть до уровня альфа И мы ее формализуем вот такой С помощью, так сказать, инфинитарного доказательства Ну, то, что мы можем, поэтому Инфинитарное Просто мы можем Такую инфинитарную композицию Инфинитарное применение правила Модус-понум с альфа раз Вот И что как раз там Вызывает вот здесь Большой ранг этого доказательства С другой стороны Поэтому то, что мы там Мы сами можем Потому что мы применяем сечение Между формулами, которая встречает В этом Вызывает вот примерно такого уровня Сечение Да Ну, а в принципе аргумент Такая, так сказать Это доказательство Такой естественной формализацией Ну, довольно естественного аргумента В пользу того, что вот эта Эта формула действительно И определяет нужную нам иерархию Примерно так Вот Вот Ну, как бы то ни было Если мы поверим в эту лему То дальше мы довольно легко получим Ну, вот эту самую лему, которую мы хотели доказать Ну, потому что здесь как раз Собственно, что здесь произошло Мы здесь как раз Показали, что мы наши Погрузили в инфинитарные доказательства Ну, так сказать, формулы, которые как раз Реализуют квантовшествование Вот Вытверждение существования иерархии Ну, теперь действительно Пусть Ну, теперь давайте докажем Вот эту вот лему Так Значит Так Давайте Сотру определение А Формулы А Хорошо, значит, пусть Ну, пусть у нас Меньше гамма 0 0 Было доказуемо Ну, перевод Самый Ну, если как раз Секвенция нужного вида То есть там ВО отменьше Дизюнкция Дизюнкция Ну, значит, чтобы не путалась Сейчас обозначим Секвенция Не как гамма, а как дельта Дельта Ну и все это Вместе Так сказать Перевод Гамма 0 перевод Ну, поэтому где там Дельта Это подножство Пи 1 1 Вот Ну, соответственно Пусть у нас там был Доказуем Вот этот самый Гамма 0 перевод По ссылке нашего правила Что тогда? Ну, во-первых Тогда Заметим, что Давайте В общем Избавимся От лишних правил Квантеров Общности По множествам Которые здесь возникли Соответственно У нас Ну, поэтому Такие были Большие конъюнкции Мы можем просто Заменить все Квантеры Общенности По множествам На свежие Пропозициональные На свежие Переменные По множеству Гамма 0 А что? Ну, значит Вот Сейчас Секундочку Ну, ладно Значит Значит Ну да Значит, во-первых Мы раскроем Наше ВО В терминах А у самого прок Ну, что такое ВО? Ну, во-первых Это там ЛО от меньше Да? Конъюнкция Значит 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 Что если у нас Да Да Если, так сказать Неверно Что Прок Там Меньше Меньше Х Тот Или Для Для Любого Х Маленького 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 Дизъюнкция Дизъюнкция Ну и потом Дизъюнкция Дельта Звездочка Тоже Ну, где под звездочкой Имеется ввиду Что мы У нас там Дельта Он составил каких-то P1 1 формул То есть Формула Любых Там Икс Любых Игреков А звездочка По модулю P1 1 Нет 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 Сейчас Звездочку Мы использовали Давайте что-нибудь другое Давайте Кружочек Вот 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 Но имеется ввиду Что мы Изменяем Вот эти самые Убираем внешний Квантор общности То есть Здесь вот был F от Y Да Он У нас постановочная Да-да-да Это, так сказать Это там F Ну, F от некоторого Z Ну, где Z Z это свежепеременные Свежепеременные Вот Ну, то есть Мысль такая Что мы хотим Каждую формулу из дельта Чтобы 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 В ней вот эти переменные Были заменены на свой набор Свежих переменных Вот Ну, это Ну, разумеется Это, так сказать Потому что Свежепеременные Являются в частном случае То есть Потому что у нас вообще был Квантор Это, так сказать Вот эти Значит Когда у нас были кванторы По множествам Да? И мы Гамма 0 интерпретировали Там Мы заменяли на кванторы На всем По всем По всем множествам Которые были определены Значит Были определены формулами Ранга Менее чем Гамма 0 С конечным суппортом То есть С конечным числом Различных Переменных По множествам Ну, и теперь Теперь просто мы Соответственно Для каждой формулы Ну, в частности Соответственно Там были просто Индивидуальные Этот паттер Пробегал по индивидуальным Переменным По множествам Ну, и просто теперь Для каждой формулы С дельта Выбираем свою Так, чтобы Получились свежепеременные Здесь Вот Вот Теперь, значит Мы теперь Приходим к такой ситуации И это уже больше похоже На то, что нам нужно Ну, а Что Так Да Значит Нужно сделать О! Сейчас Секундочку Значит Сейчас он был в конъюнкции Значит Вот Секундочку Тут Нужны немного Такие скобки Льго и Проб И не Проб А, ну да, в общем Льго нам не очень нужен Да Значит Ну, просто да Мы, значит Отсюда следует Что, так сказать Меньше чем Гамма ноль ноль доказуемо Что Что Неверно Что Неверно Прог Ну, на самом Меньше Он тоже меньше Гамма ноль Ну, если аккуратно Значит, перевод меньше Ну, поэтому Меньше тоже арифметически На самом деле Поэтому там То, что он гамма ноль Интерпретируется только Квантры по натуральным числам Значит Прог Прог Меньше А, сейчас Здесь Пока Здесь не надо было Нужно будет Вот здесь Меньше чем Гамма ноль Икс Большое Дизъюнкция Ну, в общем, да Теперь давайте Просто через запятую То, что у нас Все-таки система Может доказывать Секвенция Запятая Ну Л О меньше Вот это Гамма ноль Да Или же И Любого Икс Из Дом Икс Из Дом Меньше Икс Принадлежит Икс Большому Вот Так Это Тоже гамма ноль Интерпретация Ну И дальше Собственно Вот это Самое Д Значит Гамма ноль Интерпретация Дельта С точкой Вот Ну Собственно Все Все Что мы сделали В этом переходе Мы вынесли Мы ослабили То Что было здесь А именно мы вынесли Не прок снаружи А ЛО вот Оставили здесь Икс Просто более слабая Секвенция Поэтому Если мы докажем Сверху Мы докажем И эту штуку Ну и кроме того Принесли Меньше чем гамма ноль Внутри прок Ну и теперь Мы собственно Наблюдаем Что то что у нас осталось Это как раз Секвенция Такого вида Которому была применима Вот эта лемма То есть Здесь как раз Что у нас происходит Значит Здесь это не прок А дальше Есть секвенция В которой Все вхождения переменной Икс большой Они позитивные Ну потому что Единственное место Где он входит Это вот сюда Что все Что все элементы Области определенной Меньше Они принадлежат Икс большому Ну то есть Другими словами Икс большой Она входит сюда Позитивно Мы можем применить нашу лему Тем самым Мы можем заменить Икс большое На а меньше А альфа Вот Вот Давайте теперь Сотрую эту лему Потому что наконец Мы можем ей воспользоваться Вот Вот так Да Значит отсюда Ну да Значит мы следовательно 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 Отсюда следует Что мы Меньше чем гамма ноль Доказали Что то Ну что Что осталось Там ЛО Меньше гамма Гамма ноль Конъюнкция Любой Любой Икс Из Дом Меньше Вот Меньше Гамма ноль А альфа меньше Гамма ноль От Икс маленького И Ну Дальше Собственно Нашу Перевод Дельта Вот так Замечательно Ну да Ну да И теперь нам Осталось Здесь получить Так сказать Что Отсюда заключить Что у нас Имеет место Вот эта самая И существует Иерархия Что мы прекрасно можем сделать Опять А Где Альфа Где Альфа Меньше Гамма ноль Ну понятно Потому что это был вывод Ранга Меньше Чем гамма ноль Здесь был Какого-то ранга альфа Меньшего Чем гамма ноль Соответственно Здесь у нас возникнет А Омега в степени альфа Но по этому омега в степени альфа тоже меньше чем гамма ноль Вот Вот эта штука, она как раз и означает, что самое ограничение порядка меньше, а альфа меньше. Вот эта вот формула, она ровно означает, что вот это самое ограничение, это в точности порядок меньше. Поэтому, на самом деле, используя подходящее сечение, отсюда мы можем доказать в рамках нашей инфинтарной системы вот этого равенства. И дальше мы отсюда можем доказать, что вот эта вот самая формула, она определяет иерархию не для ограничения порядка меньше, а для самого порядка меньше. То есть отсюда мы как раз заключаем, что меньше гамма 0, гамма 0. Ну, давайте теперь, да, мы используем какие-то сечения, что как раз вот мы имеем как раз вот самую иерархию меньше f от, наверное, самый h, ну, на данном случае можно просто воспользоваться самим h альфа. h альфа меньше f, ну, на самом деле, техническим, конечно, его ограничим, но это, на самом деле, не так важно. А альфа меньше, ну, и , ну, там, наши самые дельты с точкой гамма 0. Вот. Вот, ну, да, давайте еще раз проговорим, что здесь произошло. Значит, ну, у нас здесь была вот эта вот посылка, то есть мы вот здесь у нас мы могли, если мы, так сказать, будем рассуждать, значит, мы можем использовать вот эту вот посылку и исходя из этой посылки доказать, что вот это самое ограничение меньше, а альфа меньше, спадает с меньшим. А дальше воспользоваться вот этой вот леммой, значит, доказать просто, прямо доказать в официальной системе, что вот такая вот иерархия, нет места, а дальше просто заметить, что вот здесь вот у нас вот этот самый порядок совпадал с меньшим. Ну, понятно, это такое рассуждение, его надо промышлять в промышленных выводах, это внесет новые сечения, но все они, разумеется, будут иметь этот самый ранг меньше, чем гамма 0, потому что мы там работали с эксцентрированными формами ранга меньше, чем гамма 0. И отсюда мы получим, естественно, вот сможем заключить, что у нас вот такая штука, ну и поэтому там дальше были быковые формулы, которые не мешали нам нашим рассуждениям. Ну, хорошо, да. Ну и на самом деле это, так сказать, ну, так сказать, фактически мы уже завершаем наше доказательство, потому что если мы указали вот такую вот штуку, то дальше у нас здесь, так как у нас, мы можем доказать вот наш, нужный нам перевод, так сказать, заключение правила арифметики. Ну, каким образом? Ну, значит, вот в этом самом дельта с точкой мы заменили квантор общность по множествам на свежие переменные. Ну, теперь просто подставив вывод вместо свежих переменных произвольную формулу там ранга меньше, чем гамма 0, мы получим корректный вывод. Ну, потому что мы можем производить подстановки инфинитарных формул вместо, так сказать, переменных по множествам инфинитарные выводы. Вот, значит, и таким образом мы получим выводы, так сказать, да, извините, немножко неправильно правильно. Вначале мы устраним сечение в этом выводе. Значит, перейдем вот к выводу вот такого вот вида уже, потому что мы, если у нас вывод имел ранг меньше гамма 0, все сечения в нем были меньше, чем гамма 0, то мы перейдем, так сказать, сейчас, на самом деле это было не очень верно, на самом деле здесь надо было сказать, что у нас был вот такой вот вывод, то есть, что у нас сечения, они были, были не просто, каждое конкретное сечение имело ранг меньше, чем гамма 0, а было равномерное ограничение, ранга меньше, чем гамма 0, и вот если у нас имело такое ограничение, что как раз применение устранения сечения предикативного не выведено за пределы гамма 0, и вот, наконец, мы здесь получим нолик, вот, и имея, значит, если у нас такое сечение будет иметь, если у нас есть такой вот вывод, то теперь уже мы действительно в него сможем подставлять, так сказать, призвольные инфинитарные формулы вместо, так сказать, переменных по множеству. Соответственно, значит, дальше мы получим, ну, значит, самый вывод, херахи, меньше f, h, альф, меньше, запятая, а теперь у нас, ну, на самом деле, теперь мы можем вернуться назад к нашему дельта, ну, потому что мы, если мы докажем, мы докажем все подстановочные примеры, так сказать, для формулы с дельта, то дальше мы просто вот введем на наш квантробщинский, то есть наш перевод в квантробщинский это просто большая конъюнция по всевозможным подстановкам, соответственно, вместо этих самых переменных z, ну, произвольных инфинитарных формул, если мы просто докажем для каждой конкретной инфинитарной формулы, значит, простым правилом введения инфинитарной конъюнкции мы получим перевод наших квантеров, исходных квантеров общности. Значит, мы вернулись сюда, ну, и дальше нам осталось воспользоваться там правилом введения инфинитарной дизюнкции, ну, которая является там, так сказать, для того, чтобы заключить перевод существования иерархии. Существует гамма 0,0, существует x, иерархия меньше f от x. А еще кружочек? Не, кружочек мы уже из него избавились, я долго рассуждал, да. Кружочек как раз мы избавились за счет призвольных подстановочных вариантов. А, надо поставить скобочки k0, так сказать. А, нет? А, да, да. Вот, спасибо, да, да, да. Вот. Вот, ну и насами, ну, это более-менее все. Это и было наше заключение правила арифметической трансминитной рекурсии. Вот. Таким образом мы доказали, что, что вот это вот множество формул, оно замкнуло относительно правила арифметической трансминитной рекурсии. И тем самым доказали нашу теорему. Вот. Ну да, значит, давайте так немножко теперь обсудим, так сказать, то, что мы достигли таким образом. Ну, значит, да, действительно, собственно, касательно вот там, ну, как я уже говорил, значит, во-первых, мы, конечно, показали, что вот арифметическая трансминитная рекурсия является такой предикативно свадимый, но, на самом деле, не совсем точный, потому что в данном случае это разрешение просто показало, что там у нас то арифметическая трансминитная рекурсия, то же самое, что у предикативно свадимых теорий, но технически, конечно, за счёт того, что мы используем инфинитарные выводы, это такое не очень эффективное сведение, то есть это было просто совпадение верхних оценок. А, сейчас, секунду. Нет, конечно, это не очень верно. Нет, конечно, всё нормально, да, мы декористую лему, поэтому то есть эта лему как раз позвала, декористую консервативность, оно было, конечно, эффективным. Да, ну, значит, то, что мы использовали инфинитарные выводы, мы действительно просто получили эту оценку на верхнюю границу, на доказуемую вполне упорядоченную. Но мы при этом не изрекли таких более тонких результатов, как границу на доказуемые вычислимые функции, то есть на самом деле мы могли бы, в принципе, можно доказать, что, там, значит, что если какая-нибудь функция доказуема и вычислима в vtr0, то она является гамма-0 рекурсивной, ну, или там, лежит на каком-то уровне быстрорастущем иерархии, там, с индексом меньше, чем гамма-0. Это тоже, там, более аккуратная техника позволила бы нам доказать и такой факт. Да, это касательно, собственно, этого результатов. На самом деле, так сказать, в общем, используя эти самые переводы меньше, чем, там, альфа-переводы, мы могли бы, там, доказать, на самом деле, произвести ординальный анализ и для систем в промежутке между vtr0 и vtr0. Ну, мы проделали только для системы vtr0. На самом деле, это можно было бы проделать для других систем. Давайте я, так сказать, уже, там, без доказательств, там, выпишу их ординалы. Значит... Ну, так сказать, теорема. Ну, да. Ну, собственно, естественные системы. Здесь это такие системы итерированного π0.1 свертыванием. Альфа-переводы в степени альфа. Значит... Альфа-переводы... Значит... за омега в степени айфом, вот, сейчас секундочку, это был записан в точность получается, так, а, ну, да, это, да, это у нас, здесь у нас выйдет ординал и альфа плюс 1 от нуля да, значит, здесь надо сказать, во-первых, что это система значит, ну, на самом деле мы, собственно, там на таком неформальном уровне, я это уже говорил сегодня раньше а я просто назовем эту систему, вот, π0,1, c0, омега в степени альфа это расширение системы от c0, так сказать, аксиомой о том, что существуют, так сказать, итерации рифметических операторов, так сказать, до длины омега в степени альфа то есть, ну, понятно, здесь альфа, он там меньше, чем гамма 0, то есть, там, элемент нашей системы ординальных обозначений до гамма 0 вот, соответственно, можно рассмотреть естественную аксиомую, которая говорит, что существует иерархия вплоть до омега в степени альф для любого арифметического оператора ну, или, там, для любого π0 или 1 оператора, но это сами просто эквивалентные вещи ну, да, и у такой системы ординал это фи альфа плюс 1 от 0 ну, известно, так сказать, ну, в принципе, все это, так сказать, доказывается некоторым аналогом той техники, которую мы сегодня рассматривали для TR0 то есть, тоже, там, с этими вложениями систем в инфинитарную да, значит, значит, чуть более интересный результат, так сказать, который, я, конечно, который, наверное, тоже стоит мы рассматриваем систему сигма-1-1 выбора и вот, ну, собственно, естественно, ну, собственно, как упомянул, значит, если мы рассматриваем сигма-1-1 АС0, то есть, так сказать, без полной схемы индукции то она консервативна над С0, поэтому ее ординал просто ε0 но, оказывается, если мы рассматриваем систему с полной схемой индукции то есть сигма-1-1 АС то ее ординал оказывается гораздо больше а именно он оказывается φ и ε0 от 0 ну, так сказать, этот факт доказывается, так сказать, путем сведения этой системы к системе на основе витрированных π0-1 свертывания то есть можно показать, что, то есть, на самом деле, что, там, аксиома выбора плюс полная индукция дает, так сказать, иерархию, так сказать, вплоть до уровня ε0 то есть вот эта штука, она сигма-1-1 АС она, так сказать, π1-2 консервативна над π0-1 СА0 меньше чем ε0 ну, то есть, когда меньше чем ε0, значит, это такая бесконечно аксиомизируемая теория, где мы берем аксиому существования эра то есть итерируем сколько хочешь раз до ε0 да, то есть для любого ординала меньшего, чем ε0 у нас есть аксиома, которая говорит, что существуют иерации π0-1 операторов вплоть до уровня α да, то есть, на самом деле, здесь используется такой результат в релятивизированном ординальном анализе когда мы, так сказать, ну, как мы знаем, так сказать, при этом, значит, ординическая индукция она тесно связана с ординалом ε0 но, как оказывается, мы можем, так сказать, провести такой анализ, так сказать, не только на такой системе, совсем базовой системе вроде бы, а на, значит, системы арифметики второго порядка, действительные дополнительные аксиомы и тоже там, соответственно, получится характерный на ε0 но потом, так сказать, когда мы дойдем до, там, до продолжения низкой сложности в этом анализе, мы наткнемся на эту аксиому выбора и чтобы устранить эту аксиому выбора нам потребуется ввести, переходить к отрированному принципу свертывания, так сказать то есть, там, с утверждением, что они этих самых иерархий вплоть до уровней меньше, чем написало 0 вот а, это просто, значит, это, так сказать, это говорит о том, что, значит, что граница на доказуемых на порядковые типы доказуемых вполне упорядоченностей вполне упорядоченных множеств этой системы это, собственно, этот самый ординал то есть t, v, o, это supremum а order type меньше таких что, так сказать t доказывает, что v, o, от меньше ну и, так сказать, меньше это delta 0, 0 вполне упорядочение натурального ряда у него есть какой-то порядковый тип то есть какой-то ординал а а что там напишем в конце delta 0, 0 вполне упорядочивание рекурсивное вполне упорядочивание ну, не рекурсивное ну, в общем, в принципе, не важно ну, можно... можно... можно было бы рассматривать рекурсивное well-ordering well-ordering вполне упорядоченный по-английски well-ordering если буквально хорошо упорядочение да вот ну да это касательно применения методов предикативной теории доказательств а можно ну, только все-таки значит как тут устроено сведение сигма-1-1 вот к этому а, ну, я говорю это такой релятивизированный ординальный ординальный анализ индукции по модулю сигма-1-1 а С мы рассматриваем индукцию и понятно, что мы можем ее там да, мы можем анализировать индукцию да, то есть если посмотреть на исходное ДКС Фридмана этого факта ну, он просто использует там ну, стандартное там устранение сечения а С она у нас P3 P3 вот, да мы устраняем сечение в выводе с индукцией да и переходим ну, так сказать к P3 уровню да, да P3 уровню P1-3 уровню а дальше мы ну, на самом деле мы что мы в этом курсе не доказывали но упоминали что есть ну, можно так сказать можно доказывать собственно эту консервативность сигма-1-1 от С0 от С0 и вот здесь на самом на каждом шаге в этом анализе применяется такая релятивизация этой консервативности которая на самом деле каждый раз приводит нас все более и большим уровнем так сказать арифметических скачков так сказать вот и за счет чего здесь накапливается этот самый epsilon-0 значит да это, так сказать что касается такой предикативной теории доказательств порядковый тип порядковый тип order type вот да орденал да 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 такой орденал который изоморфен этому порядку а и поскольку D доказывает что это вполне порядочнее то это корректно да ну да ну да ну да вообще для теории которые доказывают что-то не вполне что-то что-то является вполне правильней хотя оно таким и является тогда 10 орденал будет бесконечность мы так полагаем по определению вот ну да но собственно таки слабая теория надо сказать что собственно современная теория доказательств она дошла до анализа заметно более сильных теорий чем те которые были рассмотрены в этом курсе ну а именно так сказать ну рассматривались уже существенно непредикативные системы которые предикативной системы не сводятся ну значит вообще так сказать классический метод классический результат таки ути пи 1 1 c 0 значит собственно система пи 1 1 c 0 была проанализирована таки ути дальше так сказать развитие техники теории доказательств так сказать достиг где-то было в 60-х 60-е вот ну и так сказать оно так сказать а не а не говард пи 1 1 c 0 нет не говард ну да надо сказать что там до этого был анализ теорий теории айди 1 говард да ну это такая айди 1 это такая вот довольно ну в общем она это теория позитивных индуктивных определений теории из этого класса мы не рассматривали в этом курсе ну вот но в общем такая теория которая содержит она слабее чем пи 1 1 c 0 но они существенно сильнее чем атр 0 вот это так сказать было еще до этого говардом вроде как-нибудь 50 или что-то да значит и собственно так сказать ну со временем теперь DKS так сказать достигла анализа системы пи 1 параметров значит пи 1 2 c плюс бар индукция ну значит это так сказать беспераметрическое пи 1 2 свертывание обогащенное принципом бар индукции ну бар индукции это принцип который говорит что если у нас что-то блядь вполне упорядоченную какой-то блядь вполне упорядоченную то тогда можно проводить индукцию по произвольным предикатам вот ну в общем это очень сильная система это значит рать рать так сказать в общем где-то видимо 90 хотя бы публикованных было несколько позднее я же 2 тысячи ну да ну в эти 2 тысячи публикации конечно 2 тысячи ну да ну в эти 2 тысячи да публикации конечно 2 тысячи ну ну потому что мы не мы не развили технику соответствующих систем ординальных обозначений мы не можем выразить чему это работает мы не знаем мы не знаем но не можем ну нет для этого я думаю мы сами не знаем на самом-то деле но для этой системы мы действительно можно так сказать да в общем есть ну ну да дело в том что конечно для чем более так сказать для этих более сложной системы эти системы ординальных подчинений они довольно сложные ну а именно скорее для вот этой системы это действительно система она очень сложная но для собственно p11 свертывания система не настолько сложная но тем не менее то есть это такое некоторое расширение то есть системы ординальных обозначений веблена при помощи того что называется пункта ординального коллапса ну собственно а то о чем мы в этом курсе не поговорили арая арая он сам был более 100 в общем по-настоящему не освоен специалистами возможно что даже не исключено так что я ну да ну вообще здесь надо сказать что в целом эти таскать эти самые наиболее постройка техника для анализа таких более сильных теорий то есть там начиная с 511 свертывание это такая техника основанная на во-первых переходе от языка архивники второго порядка к языку теории множеств то есть можно рассматривать систему теории множеств эквивалентной системы арифметики второго порядка а дальше для систем теории множеств рассматриваются опять же инфинитарные выводы но такой грубый анализ как в том духе как мы его производили когда просто рассматриваются некоторые произвольные инфинитарные выводы и дальше какие-то выводы делаются просто на основе существования там произвольного инфинитарного вывода он уже не годится там нужно рассматривать достаточно Это достаточно хороший инфинитарный вывод, что достигается при помощи контролирующей оператора, то есть рассматриваются инфинитарные выводы, на которые наложены некоторые ограничения, гарантирующие, что вывод устроен достаточно равномерно. И, в общем, анализ таких выводов, собственно, позволяет анализировать гораздо более сильные теории. Да. Ну да. Ну, наверное, не там болим.